Здравствуйте! Я Лилия Тимива. Буду общаться с вами в культурном контексте в этом выпуске. 15 лет играют от души. Юбилей Щелковского муниципального оркестра отметили широко и с музыкой. Музыка вечна. 100 лет со дня рождения великого русского композитора Георгия Сверидова отметили в РДК. Керамика и новый зал в историко-краеведческом музее. Жизнь в искусстве. Светлана Казанкова о родине, песне и культуре. Мы к вам заехали на час. Вечеринка «Стиляги» прогремела войска Подмосковья. Гостем и гвоздем вечеринки стал Валерий Сюткин и группа «Московский бит». Кто показал кино? Рубрика «Культ просвет» выходит на улицу. Начнем с музыки. Куда же без нее она сопровождает жизнь? А между тем все основные события культурной жизни района сопровождает игра оркестра Щелковского муниципального оркестра, которому в этом году исполнилось 15 лет. В городском саду играет духовой оркестр. Слова известной песни отражают суть, ведь ни одно мероприятие не обходится без торжественных маршей, романтичных вальсов и гимна России в исполнении муниципального оркестра Щелковского района, за дни основания которого прошло уже 15 лет. Уникальная музыка эпохи. Что такое оркестр? Это целый музыкальный мир. Под него танцевали, выходили замуж, ходили на демонстрации нашему Щелковскому муниципальному оркестру в 15 лет. Официально оркестр существует с 2001 года и задумывался он как раз для того, чтобы играть в парке культуры и отдыха. Музыка, исполняемая оркестром, это известные песни разных лет, марши, вальсы. Идея создания духового оркестра возникла у директора городского парка культуры и отдыха Юрия Берестова при активной поддержке администрации района. Помнишь создания оказали Александр Базилюк, Николай Масась и Владимир Саяпин. 15 лет со дня основания дата серьезная. Поздравить юбиляра пришли преданные ценители оркестра и, конечно же, почетные гости. Ваш коллектив, он радует жителей города Щелково, Щелковского района в праздничные дни. Радует во все памятные даты своей музыкой, своими произведениями. В разное время состав оркестра менялся. Приходили новые музыканты, появлялись новые инструменты. Оставалось одно неизменное верность делу. Когда в 2008 году стоял вопрос о расформировании оркестра, его все же удалось, хоть и в небольшом составе, но сохранить. Сегодня 25 человек играют в Щелковском муниципальном оркестре. Это профессиональные музыканты, среди которых есть и заслуженные артисты России. Руководитель оркестра, дирижер Александр Базилюк. Его судьба тесно связана с созданием оркестра. Он признается, что коллектив – это живой организм, и музыку любят, и понимают все. В оркестре работают, да и не только в нашем, во всех оркестрах. И за границей, и здесь. Вот мы ездили на международные конкурсы. Душа музыканта у всех одна и та же. Что у них, что у нас. Это любовь к музыке, любовь к своему инструменту. Надо отметить, что сама идея создания оркестра реализовалась в 2000 году. Тогда Юрий Берестов, директор парка и культуры, задумал создать Щелковский оркестр. 16 музыкантов, 17-й я был дирижер, и еще молодой дирижер, выпускник военного дирижерского факультета Николай Николаевич Масасин. Так уже собранный коллектив с репертуаром начал выступление на многих мероприятиях района. Руководитель оркестра Александр Базилюк признается, без коллектива жизнь не представляет, без музыки тем более. Где оркестр, это нам праздник. Потому что духовая музыка, это блеск инструментов, звучание инструментов, это праздник. Этой любовью пронизана вся музыка, которую исполняет Щелковский муниципальный оркестр. В продолжении музыкальной темы 100 лет со дня рождения советского и российского композитора, пианиста, народного артиста СССР, лауреата различных премий. Но самое главное, славного и прекрасного композитора Георгия Сверидова отметили в районном культурном комплексе. Среди сочинений Сверидова всемирно известные музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» и Сюита «Время вперед». «Я хочу, чтобы моя музыка была проста и доступна, но говорила о вещах сложных и серьезных», – так сказал Георгий Сверидов о своем творчестве. Мощный революционный порыв, суровая геройка революционных лет остро запечатлелись в сознании будущего композитора, а позднее отразились и в его сочинениях. Своеобразие творческого облика Сверидова прежде всего выражено в ярком, национальном и глубоко русском складе его натуры, в характере его дарования, выросшего из подлинно народного крестьянского корневища. Георгий Васильевич Сверидов родился 3 декабря 1915 года в тихом уездном городке Фатеже Курской губернии. С ним он был тесно связан и в последующие годы отречества и юности, неизменно проводя в Фатеже каникулярное время. Окруженный слободами и деревнями, городок этот по характеру и укладу жизни мало отличался от них. Будущего композитора с детства питали здоровые и крепкие соки народной крестьянской жизни, простые, но строгие обычаи и привольные просторы среднерусской природы, удивительная неповторимость и красота народных песен, наигрышей, хороводов и плясок, своеобразие человеческих характеров. Прочувствовать весь колорит попытались участники концерта, который прошел в районном культурном комплексе под названием «И в сердце светит Русь». Творчество Сверидова крепкими узами связано с поэзией, как классической, так и современной. Это Пушкин и Лермонтов, поэты-декабристы Бернс и Шекспир, Блок и Есенин, Маяковский и Иса Кян. Советские поэты Твардовский, Прокофьев, Исаковский, а также поэзия фольклорной традиции, русская, болгарская, вьетнамская. Он открыл и воплотил в музыке некоторые грани пушкинской поэзии, не раскрытые ранее. Талант Сверидова наиболее полно, ярко проявился в области вокальной музыки. Сначала в камерные, романцы, песни, монологи, а позже, на рубеже 40-х, 50-х годов и далее. Также и в вокально-симфонических жанрах, ораторий, кантате и других произведениях хоровой музыки. В городе Балашиха Московской области есть школа имени Георгия Сверидова. И уж сам Бог велел ученикам исполнять его произведения. Выставка традиции Абрамцева и открытие обновленного выставочного зала состоялась в Щелковском историко-краеведческом музее. Потрясающие изделия из такого загадочного и древнего материала, как керамика, не оставили равнодушными никого. Как, впрочем, и открытие нового помещения, в котором представлены предметы быта и исторические экспонаты. Щелковский историко-краеведческий музей распахнул свои двери в обновленном виде. Открытие нового зала и выставки состоялось в один день. Малый зал музея после ремонта явно преобразился. Стал более оснащенным и освещенным. В музее теперь просторно. Открытие еще одного выставочного зала стало настоящим подарком для жителей нашего города. Теперь предметы быта, костюмы красиво и живописно расположены в небольших комнатках. А еще музей стал современно оснащенным. Здесь появилось вот такое информационное табло, на котором можно узнать интересующую вас информацию. Ремонт в исторических стенах дался непросто, как говорит Наталья Богданова. Мы поменяли немножко экспозицию, сделали другие акценты. Там появились такие уголочки приятные, благодаря новому освещению, которое удалось сделать во время ремонта. Для зрителей, пришедших на открытие, приятным сюрпризом стал не только обновленный зал, но и восхитительная выставка керамики. Обновленная экспозиция, керамические этюды традиции Абрамцева. Настоящее чудо, которое привезли три талантливых девушки. Авторы шедевров художницы Анна Андрианова, Екатерина Базлова и Анна Филиппова. Для них керамика – особый материал, а работа с ним – особый процесс. Рабочий процесс происходит бок о бок. Иногда часто советуемся, конечно. У нас это называется, например, когда у кого-то какие-то сомнения, мы называем «девчонки худсовет». Мистический и уникальный природный материал – керамика, известна с древнейших времен. Изделия из нее поражают воображение, разнообразие форм и росписей. Ну и, естественно, если вы увлекаетесь этой темой, то вам в Щелковский историко-крывический музей. Выставка размышления. Ни один предмет нельзя просто пройти мимо и просто… Вот это я знаю, это яблоко, вот эта чашка, вот эта ложка. Каждый предмет – это загадка. Жизнь в искусстве, а для нашей героини еще и в культуре, пожалуй, нет в городе, да и в районе человек, который не знал бы о ней и ее. Ведущая и организатор многих мероприятий – активная, жизнелюбивая и творческая Светлана Казанкова, героиня рубрики «Жизнь в искусстве». Ей посчастливилось родиться в этот особый день. Впрочем, такая же особая и судьба нашей героини. 29 февраля в деревне Елизаветина, что в Дмитровском районе, появилась на свет девочка, назвали Светланой. Росла веселой, творческой, смышленной. До 17 лет жила в Дмитровском районе, ходила в школу, которая, к слову, находилась в пяти километрах от дома в соседнем селе Настасьино. Как всякое детство ее было особенным. Прекрасная школа, прекрасные преподаватели, несмотря на то, что это считается сельской школой, педагоги были очень сильные. 50-е годы – время непростое для страны, однако время то Светлана Сергеевна вспоминает с особым теплом. Было интересно, годы были сложные, годы перестроечные. Я поступила в школу в 63-м году, как раз запомнила эти годы тем, что везде была кукуруза. Мы играли в куклы, и все в куклы играли кукурузы. Время было немножко голодное такое, поэтому сначала мы играли, а потом мы эту кукурузу съедали. Школьные годы чудесные, дали Светлане Казанковой многое. Класс, в котором она училась, оказался дружным и творческим, а таких, говорят, уникальный. Мы в школе были самыми инициативными, самыми веселыми, самыми, как сейчас говорят, креативными. У нас был классный класс. Все были умные, озорные, веселые, способные абсолютно на все, по-моему. И Светлана была такая же. Удовольствие от учебы и творчества, говорит наша героиня, она получала почти одинаковое. Однако судьбу, как говорится, не обманешь. Творчество все же возобладало, хотя склонность и талант у Светланы Казанковой проявился во многом. Каждый педагог мечтал видеть меня продолжателем своей профессии. Например, учитель истории, директор школы Варвара Алексеевна, она думала, что я пойду на исторический факультет, педагогический институт. Пение особенно полюбилась юной Светлане. Песня еще тогда была потребностью и отражением ее души, просторной, как поля, несущейся неисчерпаемым потоком. И, конечно, пение. Учительница Галина Борисовна Борисова, она приучила меня к пению, к любви, к хоровому пению. И хочу вам сказать, что я пела и в детском хоре, а потом, когда мы стали учиться в 10 классе, нас стали брать и в учительский хор. Так и запала в душу и в сердце Светланы мечта связать свою жизнь с музыкой и творчеством. К неудовольствию, надо сказать, родителей. Готовить праздники, петь, вот эти, это было мое. Светлана точно знала, что без творчества жизни не представляет. И наперекор всем ветрам, после 10 класса, поступила в культ просвет училища в Химках. Это музыкальное училище готовило специалистов для учреждений клубного типа. Эти два года и 10 месяцев, это счастье было учиться. Мне нравилось все. Во-первых, сразу народное пение. Педагоги потрясающие профессионалы. Там она не только по-настоящему обрела себя, но и встретила свою судьбу. В эти годы я познакомилась там же с мужем, Владимиром Васильевичем, с Володей. Он с оркестрового отделения, я с хорового. В общем, мы жили в общежитии, все время проводили в училище. Я знала весь его курс, все знали наш курс народников. 40 лет вместе и продолжают семейные песенные традиции. Муж аккомпанирует, жена поет. Настоящий и редкий творческий и семейный тандем. В семье также две дочери. Растут и радуют внуки. С 76-го года жизнь Светланы Казанковой прочно связана со Щелковским районом. Здесь ее семья, ее маленькая родина. Обожаю этот Щелковский район. Дмитров для меня родина. А живу я в Щелково. Ну, знаете, как в деревне, когда идешь по деревне. Здрасте. Здрасте. Здрасте, как у вас дела? Здрасте, как у вас дела? А все потому, что мне повезло, что я именно 28 января 76-го года устроилась на работу в клуб химзавода, называемый. Клуб химзавода в свое время просто гремел на весь район. Именно там и еще во Дворце культуры активно развивалась культурная жизнь. Это такая школа. Это такие люди прекрасные. Я могу говорить очень долго о каждом, потому что они частичка меня. Цеховая художественная самодеятельность, организация концертов, мероприятия – все это Светлана Сергеевна, как говорится, выполняла профессионально, творчески и с задором. Вот мы были одним из цехов, Селен, который постоянно участвовал и занимал призовые места именно в смотре художественной самодеятельности. Было как будто вчера, признается Светлана Казанкова. Все то добро, которое исходило от людей, полученная бесплатно квартира от химзавода – все это окончательно подтвердило. Работа в культуре и жизнь в Щелково – это судьба. Есть такие люди, которые незаменимы. И Светлана Сергеевна одна из тех людей. С 1998-го Светлана Казанкова работает в культурной сфере Щелковского района. Именно в те годы зарождались известные в районе творческие конкурсы и мероприятия. Популярны они и по сей день. Театральная весна, серебряный голос, эстрадное пение, конкурс «Щелковский перепляс», который в этом году, в мае мы будем почти 20 лет отмечать, алябийский соловей. Еще одно дело жизни и души, а по-другому нашей героине и не может – это руководство хоровым коллективом в поселке Биокомбината. С 22-летней девушкой пришла вести хор. И вот с этим хором мы повзрослели. Это особый коллектив, это семья. Я уважаю каждую из участниц. Они сроднились, сплелись корнями. Дмитровчанка, которая стала щелковчанкой. Это все о ней, о Светлане Казанковой. Песня. 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 Стиляги в Щелково. В предпраздничный день те, кто пришел на вечеринку в стиле 60-х, получили заряд прекрасного настроения и попали в яркий мир музыки в стиле рок-н-ролл. На вечеринку были приглашены известные артисты и, конечно, почетные гости, в числе которых посчастливилось быть и мне. А политичность, яркая одежда, интерес ко всему зарубежному, рок-н-ролл и возглас и след. Ах, какой ужас, позор. В советское время так говорили о стилягах. Субкультура – это с первой отипелью. Так назывался период 60-х годов, ворвалось советское пространство. Поток западной культуры еще не хлынул, однако первые попытки уже начались. Такими экспериментаторами и стали так называемые стиляги. Слово вошло в выход с 1949 года после публикации в журнале «Крокодил» Фильетона Беляева «Стиляги». С тех пор минул не один десяток лет, выросло не одно поколение и сегодня музыка в стиле рок-н-ролл не кажется чем-то чужеземным. Более того, стало очень модным проводить свадьбы в стиле стиляг и тематические вечеринки на тему 60-х. Именно такое мероприятие организовали в нашем районе. Стильно и весело провели время те, кому посчастливилось попасть на тематическую вечеринку «Стиляги», которая прошла в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Продумано было все. Тот, кому требовалось преобразиться, мог сделать это прямо здесь. А настроение действительно было танцевальным, да и как тут не поддаться ритмам 60-х. Музыка из кинофильма «Стиляги» и другие хиты рок-н-ролла звучали со сцены, подогревая толпу. Народу собралось хоть и немного, но все же атмосфера на танцполе была насыщена яркими эмоциями. Скажи, пожалуйста, как тебе вечеринка? Отлично, настроение веселое. Приближаемся к 60-м. Как тебе удалось создать образ «Стиляги»? Все очень просто. Интернет. Как атмосфера? Нам с дочкой очень понравилось. Да, Лиз? Да. Мы нисколько не пожалели, что пришли сюда. Знаете, кто такие «Стиляги»? Ну, нам уже рассказали. Частично. А костюмы сами подбирали? Нет, были дома. Кто кому одолжил, кто дал. Мы вообще очень обожаем фильм «Стиляги». Классно, вообще здорово. Ну и вообще, как бы, стиль сам яркая. Яркость, она всегда украшает людей. Выступала на вечеринке группа «Московский бит». Со сцены звучали хиты 60-х и песни из кинофильма «Стиляги». Танцпол наполнился людьми. Было очень весело. Молодые ребята отрывались изо всех сил. То есть, и нам было это очень приятно, такое внимание. К нам приехал, вернее, заехал на вечеринку «Стиляги» Валерий Сюткин. Биография нашего героя просто пронизана музыкой. Но, пожалуй, самым ярким периодом музыкального творчества Валерия Сюткина стало его участие в группе «Браво». Именно там он выработал собственный оригинальный стиль, в котором работает и по сей день. В текстах своих песен он использует сленг субкультуры «Стиляга», а в музыкальном плане ориентирован на американскую популярную музыку 50-х годов. Я-то как раз человек, который рожден в 58-м году, и мое детство сопало. Но когда я был фронтменом «Браво», мы глубоко изучили и нырнули в это. Ну, в какой-то мере это игра, конечно, потому что, согласитесь, что «Стиляга» все-таки это удел молодых. С возрастом, когда ты начинаешь одевать то же самое, что одевал в 17, не, ну, можно так ближе к дэнзи, и тоже будет гармония. Так что мне бы сказать тем, что это, во-первых, ярко, что погода-то у нас не располагает к яркости. Ты себя просто настраиваешь на позитивный лад вот этим всем, когда вокруг все улыбается. Девушки в гороши, мужчины с галстуками. В группе «Браво» Валерий Сюткин записал альбомы «Стиляги из Москвы», «Московский бит», «Live in Moscow» и «Дорога в облака». Все альбомы имели мультиплатиновый статус. В 1995 году Валерий ушел из группы «Браво» и создал собственную «Сюткин и Кос», который записал альбом «То, что надо», «Радио ночных дорог», «Далеко не все», «004». Можно долго перечислять награды и заслуги, но важно не это. Важно то, что этого артиста любят и знают везде, в том числе и в Щелковском районе. Легендарная песня артиста «Оранжевый галстук» пользуется особой популярностью. Сам же Валерий признается – яркий галстук в прошлом. Но музыка в стиле рок-н-ролл в прошлое не уйдет никогда. Я галстуки ношу, но сегодня решил вот так, тоже в троечке, можно сказать. А вообще, мне кажется, что это замечательная музыка рок-н-ролл в основе стильного движения. Она всем возрастом покорна, эта музыка, очень естественна. И под нее, по-моему, очень хорошо танцевать, независимо, 16 вам лет или 58. Валерий Миладович – человек с прекрасным чувством ритма и, как оказалось, юмора. Иногда мне говорят, скажите, а у вас цель какая, наверное, вы приехали – заработать деньги? Я говорю, нет, ну зачем? Цель у нас – доставить людям удовольствие, а задача – заработать деньги. Совместить приятное с полезным? Да пожалуйста, ведь это истинное культурное удовольствие – послушать живое, качественное исполнение и немного теплых слов и пожеланий. Я желаю вам самое главное – любить ту музыку, которая близка вашему сердцу. Если вам близок, как мне, классический рок-н-ролл, то нам вообще с вами по пути. А знаете ли вы, что этот год объявлен годом российского кинематографа? Но вот кто впервые показал людям, что такое кино, оказывается, знают немногие. Культ Просвет вам в помощь. Сначала немое, затем со звуком и цветом оно внесло огромный вклад в культуру и развитие общества. О чем это я? Да, все о нем. О великом жанре, о кино. Кто же его показал, кто изобрел? Этот вопрос мы задавали прохожим на улице нашего города. А вы знаете, кто изобрел? Изобрел, наверное, не знал. Но фамилию братья Люмьеры? Люмьеры, да, они первые показали, а изобрел, кто не знает. Вы знаете, всплывает братья Люмьер, не уверена. Не знаю. Братья Люмьер, фамилия. А? Ни о чем не говорит, братья Люмьер. Нет, не слышу. Братья Люмьеры? Да. Так, а что за фильм? Прибытие поезда. Братья. Фамилия братьев? Люмьеры. Отлично. Да, да, друзья, синематограф или кинематограф действительно стал гениальным изобретением, которому приложили руку не один техник и лирик. Уже в 1895-1996 годах были изобретены аппараты, сочетающие в себе все основные элементы кинематографа. Начало распространения кинематографа в его современном виде было положено съемкой и публичной демонстрацией первых короткометражных фильмов. 22 марта 1895 года в Париже братьями Люмьер был впервые продемонстрирован их синематограф. А что до знаменитого прибытия поезда, этот фильм «Братья Люмьер», то вопреки расхожему заблуждению, которое попало даже в советский учебник по истории зарубежного кино, этот ролик не вошел в программу первоплатного кинематографа на бульваре Капуцинок в Париже, поскольку отснят был позднее. Премьера фильма состоялась только в январе 1796 года. Ну и на сегодня это все. Будьте здоровы и культурных вам выходных и будней. Субтитры создавал DimaTorzok